итак мы с вами создали вот такой цветочек здесь я уже луковичку закрепила и вот такие корешочки у меня получились где-то можно больше их сделать где-то можно меньше сделать где-то слишком короткие где-то слишком длинные да вот вот это у меня будет вот такая да то есть не сильно много будет как можно ну примерно ориентировочно понимать где больше сделать где меньше как как я думаю до корневая система у молодых совсем не раскрывшихся бутонов она не такая большая да вот поэтому можно сделать меньше у средних больше а у распустившихся ведь он давно растет да и корневая система тоже выросла поэтому можно сделать прям побольше вот это что касается корней так сейчас мы будем крепить сам цветочек то вот у нас осталось вот это дело мы закрепим и окрасим корни крепить можно на горячий клей да то есть ставить носик пистолета нажать буквально два раза и вот так вставить очень важно именно там закрепить до чтобы не получилось так что вы туда налили клей стали туда утрамбовывать и клей у вас отсюда вытек то есть нужно все делать дозировано вот поэтому я думаю двух раз нажатия на клеевой пистолет будет достаточно ничего не должно вылезти и все хорошо закрепится вот здесь вам клей наносить не нужно да вот у меня под рукой его нету я буду использовать космофен так точно также вот сюда налью пару капель поставлю и только вот здесь вот сюда сюда я не наношу клей только вот сюда нанесла и вставляю вставляю прижимаю и держу если вот у меня вот здесь продырявилась тоже нужно быть внимательным до чтобы клей не вытек вот отсюда и оставить его полежать кончик кстати говоря стала использовать вот такой кончик у клея да есть он разный очень удобно протирать влажной салфеткой и тогда он не склеивается и хорошо можно с ним качественно работать так дальше теперь переходим к тонировке эту луковичку я откладу пусть она хорошо там схватится вот эту я уже давно приклеила и буду окрашивать корешочки для этого нам понадобится все та же красочка вот у меня палитра который мы уже пользовались чуть-чуть разбавителя мне нужно взять потому что красочка вчера у меня лежала целый день добавлю в белила и в умру натуральную это основные цвета которые я буду использовать но еще желтенького добавлю то есть опять же буду добиваться цвета сиены натуральный да так беру белила беру чуть-чуть желтенькой и немножечко можно чуточку взять зелененькой не хватает мне желтизны я сделаю вот такой вот цвет вот ну будет такой по желте тоже ничего страшного здесь может быть все что угодно и так как я буду наносить меня кисточка лопаткой и я буду вот такими вот движениями наносить красочку сейчас секунду то есть как бы пачка и и неравномерно окрашивая а именно пачка нам нужно это сделать не аккуратно так скажем да чтобы был такой эффект мы сейчас еще будем затемнять как будто ну грязь когда то есть земля корни в земле вот и окрашивание должно быть вот такое неравномерное прям хорошенечко проходимся постучали а теперь можем вот такими движениями до пройтись особенно те которые подлиннее и вот так у нас получилось здесь я сильно не прохожусь так как я буду затемнять здесь корни обратите внимание я их вот как высушила так они стоят да они никуда не заваливаются не падают глина гибкость в этом помогает да и они абсолютно вот здесь вот они треснут ничего с ними не произойдет если бы мы делали на проволоке японской тонкой ну мы бы так не согнули да как настоящие корни то есть нужно было бы постараться сделать такой изгиб натуральный да поэтому ниточка глинка и ваши корни будут самыми реалистичными все в принципе вот они у меня обратите внимание они окрашены неравномерно так вот этот что-то белесый сильно белесых не должно быть да но тем не менее какие-то места будут беленькие так теперь я беру кисть и набираю умбры натуральный на эту же кисть на я капнула немножечко разбавителя поэтому я обязательно вот так кисточкой красочку до однородного состояния сделала да то есть вот так и начинаю опять опять начинаю такими же движениями пришлепывающими где-то заделась где-то нет вот так корни могут быть белесыми тоже можно в принципе сделать чуть-чуть еще не просохла красочка не досохла я еще немножечко тонировочки наводила да то есть мы можем подправлять тонировку на любом этапе да и вот здесь я прям вот так вот окрашиваю то есть тыкаю и окрашиваю вот так понимаю что красочки у меня тут уже не столько много и еще раз набираю красочку и прохожусь а как раз прохожусь и здесь если у вас был клей вы его обязательно тоже окрасить и вот здесь если светло можно затемнить можно не затемнять так опять набираю достаточное количество смотрите у меня уже кисть стало более темнее да потому что у нас было сначала смесь двух этих красочек вот и теперь опять тоже вот такими шлепающими движениями так вот такими я дальше навожу марафет нашим корням так где-то если мне нужно я вот тут могу да под тонировать если мне где-то хочется где-то вижу что ну надо добавить то есть такие пятнышки это имитация того что корни были в земле можно взять акриловую краску но опять же здесь если взять акриловую краску нужно подобрать в тон да а тут мы уже знаем что вот она есть цвета наши ну и непонятно как еще может себя акриловую повести нет плохой совет сейчас вам даю лучше не экспериментировать а то гиацинтик уже у нас готов да и начнутся эксперименты можно все это дело подпортить переворачиваю смотрю со всех сторон где-то что-то добавляю мы в принципе все вот она к наша корневая система вот так все это дело выглядит теперь нужно оставить до полной просушки полная просушка займет буквально ну от трех дней да то есть три дня пройдет вы посмотрите все ли у вас подсохло можно ли трогать корни опять же добавляя разбавитель мы уменьшаем время высыхания да то есть высохнуть должно раньше поэтому смотрите насколько вы разбавили красочку может быть даже из суток там двое хватит что можно уже трогать да это еще зависит от влажности в квартире и теплоты да там где теплее масло естественным быстрее застывает вот такой у нас гиацинтик получился ну и в принципе окрашиваем корни у всех гиацинтов одинаково но опять же одинаково не получится но тем не менее все весь метод это вот такая такой метода корневая система получится ну и мы будем сажать наши гиацинты я сначала хотела в разные емкости потом передумывала у меня появлялись какие-то другие емкости постоянно мне что-то не нравилось что-то я не вижу да то есть изначально когда я собираюсь что то делать я вижу вот я увидела что у меня будет композиция в бокалах но как мне сейчас уже по прошествии какого-то времени мне кажется что это неуместно и я хочу использовать вот такую емкость немножечко мы добавим сюда высоты в виде ну там скажем чуть-чуть земель очки да и уже будем сажать наши цветочки в земель очку и заливать смолой да то есть у нас не просто вот так вот луковички будут в невесомости просто непонятно да как они просто вот так будут стоять в жизни так цветы не стоят в воде да поэтому мы ну в общем мне нужно было что-то придумать такое чтобы все таки это все было гармонично смотрелось ложить их тоже не хочется да хочется чтобы они стояли поэтому я придумала о том что здесь будут либо какие-то камушки либо имитирую землю а потом уже залью сделаю имитацию воды вот поэтому буду использовать вот такую вот емкость эту емкость я приобрела вырла то есть вливая левошами вот где-то там точно не помню вот по цене принципе не такая дорогая штука это поэтому как вот ее назвать ну ваза низкая ваза да вот поэтому встречаемся следующем видео уроке ждем когда подсыхают все и оформляем вот в такую вот вазу